Привет всем! Да-да-да, вы не ошиблись, вы на канале Кэп Ти Ви. Многие подписчики спросили меня снимать что-нибудь еще помимо игр, и я вот экспериментирую. Решил я эту штуку назвать, пока еще не точно, но мысли что-то вроде Франция с регистратора, может быть так. Я просто буду снимать какие-нибудь наши поездки, ну что-нибудь, что-нибудь интересное. Надеюсь, это в итоге будет интересным. Вот это вот первый такой пробный, экспериментальный будет ролик. Те, кто подписаны уже на канал, кто смотрит игровые видео, знают, наверное, что я не очень болтливый, поэтому в принципе здесь особо изменений не будет. Я тоже не буду очень много болтать. По большому счету, просто видео, видео с регистратора, чтобы вы посмотрели, какая она Франция, причем не какие-то там Парижи, центровые места, а просто вот маленькие сельские деревушки. В общем, смотрите, что я, наверное, буду замолкать, а вы просто смотрите. Едем мы домой, ездили в лесок за водичкой. Здесь есть такой сурс, как это, как он по-русски? Родничок, вот, да, родничок такой течет, водичка оттуда чистая. Здесь, в принципе, во Франции водичка, она везде чистая, и с краном можно пить, но мы вот на родничок ездим, там набираем водичку, довольно-таки интересно. И вот оттуда мы направляемся домой через, не знаю, пару деревушек. Сейчас вы их и увидите. В общем, едем. Едем, а я помолчу. Вот выезжаем мы из Лес-Кюри, в общем-то, по этим знакам вы можете видеть, в каких деревушках, городишках мы находимся, какие мы деревушки, городишки проезжаем. Сразу скажу, что мы сейчас не будем ехать через город большой или что-то такое. Все вот по таким вот маленьким сельским дорожкам, где практически никто не ездит, где, в общем-то, жизнь как будто бы замерла. Вот еще одна деревушка. Выехали из одной, въехали в другую из Кандо. Музыку, к сожалению, включать не буду, поскольку YouTube меня потом западает своими правообладаниями. Тут можно было бы какой-нибудь радио включить, или я не знаю, но это чревато. Потом могут ролик вообще закрыть для просмотра, поэтому лучше я без музыки. Я не знаю, я хочу опять-таки, как я уже жаловался, хочу без монтажа попробовать выложить. Просто вот сейчас одним дублем снять этот ролик и без монтажа его просто залить напрямую с GoPro. Поскольку с монтажом у меня напряженка, а точнее с компьютером, который бы это дело все потянул, хоть я этим и занимался много лет, снимал видео, монтировал, но вот сейчас исключительно технические проблемы меня напрягают, не дают мне в полной мере раскрыться. Но может быть когда-нибудь. Если вдруг окажется так, что вам будут интересны вот такие вот какие-то видео, не знаю, обо всем, то, наверное, мне придется просто-таки улучшать качество этих видео, делать уже какие-то монтажи, что-то выдумывать, вплоть до того, что, не знаю, сценарий писать. А сейчас поскольку-постольку смотрят крайне мало, несмотря на то, что вот, кстати говоря, предмет для разговора, несмотря на то, что на канале сейчас 3000, уже даже чуть больше 3000 подписчиков, ролики с играми смотрят буквально там 100, 50, 100, 150, 200, ну не знаю, смотря какой ролик, как повезет, но в основном вот такие цифры, это довольно странно, конечно. Хотя, что тут странного, люди подписываются, наверное, для того, чтобы просто когда какая-то игра, которая их будет интересовать, вот они, может быть, будут смотреть, вроде как бы на всякий случай подписываются. Я и сам так, наверное, делаю часто. Если я куда-то подписан, я подписан на множество каналов, но это не значит, что я там смотрю полностью все. Хотя, в таких случаях, когда на канале мало видео, которые я потенциально буду смотреть, я, наверное, просто не подписываюсь, потому что, ну, смысл. Потом у тебя в этих новостях подписочных, там такой кавардак, что ты просто не найдешь ролики, которые тебе интересны, среди там тонны всякой ерунды. Наверное, у нас тоже самое. Наверное, люди подписались, а теперь ждут, когда что-нибудь появится действительно интересненькое. Вот, видите, мы едем через деревушки и вообще, ну, практически ни одного человека, вот собаки, коты всякие, сейчас как бы он через дорогу не начал, молодец, соображает. Это, в принципе, картина довольно-таки нормальная для Франции, особенно для маленьких деревушек, городов. Здесь люди пешком мало ходят, на машинах ездят в основном, но ездят по каким-то большим дорогам. Да и, в общем-то, сегодня воскресенье, выходной день, а воскресенье во Франции это, не знаю, можно снимать фильмы про постапокалипсис, про зомби-апокалипсис, когда вообще никого на улице, все вымерли. Вот примерно так здесь и происходят выходные. Никого на улицах никого на дорогах. Ну, хотя, с другой стороны, это и дороги такие, по которым ездят раз в сто лет. В очередной раз, кстати, хочу напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, в которую мне бы хотелось, чтобы вступило больше людей, потому что там я провожу опросы, точнее задумываю, я их провожу, но если бы людей было больше и опросов было бы гораздо больше, они бы были более значимые, более важные. То есть, как изначально я задумывал, например, мы делаем опрос и просто я, допустим, узнаю, там, из нескольких игр предстоящих, да, мы выбираем и по голосам смотрим, какую игру больше хотят люди посмотреть, какую меньше, какую вообще, может быть, не стоит на нее тратить время и силы, а на какую-то, может быть, больше внимания обратить. Вот такие вещи. Потом я думал по поводу розыгрышей, тоже все, все никак не доберусь до розыгрыша, по сути, из-за того, что людей мало в группе. Я хотел разыграть там, сначала думал разыграть фигурку Watch Dogs. Нет, изначально вообще я хотел Dark Souls вторую еще разыграть, коллекционное издание. Но потом я понял, что это, во-первых, как-то слишком уж дорого пока еще для меня. Мне канал не приносит таких денег, чтобы вот прямо так легко расставаться с такими вещами. Поэтому потом я думал Watch Dogs фигурка, она чуть подешевле и, в принципе, может быть, много людей, которые бы этим делом заинтересовались. Но потом получилось так, что Watch Dogs, он, он, в общем-то, не получился, скажем так, как игра. Есть, ну, я тоже, кстати, делал, делал в группе ВКонтакте, я делал опрос, голосование по поводу того, понравился ли вам Watch Dogs, что вы об этом думаете. И, в принципе, большинство голосов там было как раз-таки согласно, у меня такое же мнение. То есть люди сказали, что, да, игра нормальная, но совершенно не то, чего ожидали все. Совершенно не то, что рекламировали. И здесь, я думаю, всем большинству понятно, что Watch Dogs, он продался таким довольно-таки неплохим тиражом только из-за маркетинговой политики, только из-за того, что его так вот разрекламировали по уму, показали нам когда-то красивый, там, пререндеренный ролик, где графика была красивее, чем на самом деле оказалось. и вот за счет этого он продался. Просто все уже как бы автоматом подумали, что игра шедевр и не стали передумывать. И я, собственно, и сам один из этих людей, которые даже убедившись в том, что игра не очень, все равно почему-то вот ее взял, все равно почему-то играл в нее и до сих пор играю, хотя больше не записываю, потому что ну понял, что никому она не нужна особо. Но при этом играю и вы знаете как-то странные ощущения от этой игры. Базияк. Вот мы въезжаем в деревушку Базияк. Ладно, что-то я разболтался по поводу этих Watch Dogs сам сказал ничего говорить не буду, а сам тут болтаю. Я вообще не знаю насколько хорошо будет звук на GoPro. В общем просто едем, а вы просто смотрите. Если что-то еще интересное мне в голову придет, тогда я наверное скажу, а так это пустая болтовня на мой взгляд. Хотя опять же все зависит от вас. Мне очень хочется, чтобы на канале больше было как бы это сказать взаима взаима каких-то взаимодиалогов, взаима чего-то такого. Ну, диалога, да. Чтобы зритель говорил, что ему хочется видеть, чтобы я знал, что зритель хочет, чтобы я зрителю отвечал на какие-то вопросы, чтобы я у зрителя что-то спрашивал. Знаете, вот этот вот экшен, действие какое-то, а не просто сиди и догадывайся, вот, что сделать такого, чтобы моему подписчику было интересно, чтобы подписчику угодить и не всегда получается попадать. Так, вот здесь вот мы справа пропустить должны, если вдруг там кто-то окажется. Кстати, я не знаю, вот, пожалуйста, например, может быть, я буду ездить с вами правила дорожного движения французские обсуждать, или что, какие темы. Не стесняйтесь, пишите в темах, если, если хотя бы хоть как-то, хоть на пару процентов вам интересно что-то такое смотреть и общаться, то не стесняйтесь, пишите в комментариях, я, как знают, наверное, многие мои подписчики, отвечаю практически всем, практически на все комментарии, на все вопросы, всегда стараюсь отвечать. И мне бы хотелось, чтобы у нас не просто завязывался диалог в плане там, а где эту игру скачать, например. Ну, это, конечно, здоровский вопрос, но, честно сказать, не очень интересный для меня, я бы не хотел на такие вопросы отвечать. Хотелось бы что-то вот заводить какую-то тему, какой-то разговор, и потом уже может быть даже в итоге, в идеале, точнее, лучше даже снимать ролики потом, а не просто переписываться, общаться, а именно у нас же канал на YouTube, здесь все на видео построено, на чем-то таком. Поэтому надеюсь, надеюсь на ваши темы, на ваши вопросы, может быть, кто-то, не знаю, сотрудничество какое-то, у кого-то есть интересные идеи, но нет там, к примеру, какой-то базы, на которой бы он хотел это начать. Ну, в общем, любые вещи можно обсуждать и к чему-то прийти. Наше современное время, оно никаких границ, все, все у нас интернет можно куда угодно, из любой страны, в любую страну, так что это не проблема. Так, вот здесь вот мы притормаживаем, соблюдаем правила. нам не нужно, чтобы нас штрафовали, мы не ни в СНГ, ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси, где особых проблем со штрафами и с гаишниками, в общем-то, не возникает. Ну, я, я как бы немного сейчас, да, в кавычках это говорю, проблемы-то возникают, а не другого плана немного, что у нас гаишники, они не за порядком следят, а бабки тупо зарабатывают. Здесь это все не прокатывает, здесь все совершенно по-другому, здесь будь вы, не знаю, депутат, будь вы какой-нибудь тракторист, вы в любом случае одинаково будете платить штраф, если попадетесь, одинаково будут у вас с водительских прав снимать баллы, после определенного количества снятия этих баллов у вас права забирают, да и штрафы в общем-то здесь немаленькие, они так бьют по карманам, но это уже, конечно, штраф, это уже такое дело, зависит от того, насколько вы много зарабатываете, у нас вот, например, эти штрафы, ну у нас, я имею ввиду в России, в Украине, там в наших в СНГ-шных странах, там, конечно, с этими штрафами до смешного доходит, когда эти всякие сильные, скажем так, мира сего, на каких-нибудь дорогущих машинах, для них просто это смех, там какой-то штраф заплатить в 10 баксов, блин, да он, он ради прикола будет нарушать, чтобы просто, не знаю, если у него настроение есть почудить и потом этот смешной штраф заплатить, ему даже так скучно будет просто заплатить, он еще что-нибудь, в общем, понимаете вы прекрасно, наверное, о чем речь, здесь немножко по-другому, немножко по-другому, все, но как бы более, более складно, более серьезно и более чревато какими-то последствиями, что мне еще здесь нравится на дорогах, так это то, как продумано, вот может быть вы сейчас, ну конечно мы сейчас едем по сельской дороге, здесь не совсем то, но если бы мы поехали даже сейчас по автомобильной, по трассе где-то, вы бы увидели, что перекрестков практически нет, вот как раз на больших дорогах практически нет перекрестков, здесь есть вот эти ромпланы, так называемые, круговые такие перекрестки, и это на мой взгляд очень-очень серьезный такой момент, который, вот у нас часто ведь именно на перекрестках случаются аварии, когда там красный, зеленый, кто-то кого-то не пропустил, кто-то поехал на желтый, кто-то думал успеть проскочить, и вот так вот происходит авария, на ромплане же это практически невозможно, там можно конечно по-другому влететь, не посмотрев там, например, не предугадав, что кто-то поворачивает, собрался, или выезжать, но все равно это гораздо-гораздо более безопасно, чем те же перекрестки, и то же самое во всем, везде стоят какие-то знаки, даже если ты едешь, и ты понимаешь, что он здесь может быть не очень нужен, этот знак, который там лимитирует твою скорость, или что-то еще, но я понимаю, для чего это сделано, это просто сделано для безопасности, то есть в любом случае вот он стоит этот знак, здесь ничего нет, но он стоит знак, и уже кто-то чуть подскинет скорость, уже меньше шансов, что кто-то сейчас вылетит в кого-то, врежется, или собьет кого-то, то есть все в принципе на безопасность рассчитано, и я считаю это плюс, наверное, конечно, какие-то любители там яро погонять по городу между машин, там подрезая обгоняя, сбивая, пешеходов не пропуская, им, конечно, наверное, такое не понравится, но нормальным людям я считаю это как раз-таки это то самое, из чего и получается порядок, одна из таких вещей, так, ну что же, мы уже приехали, поэтому, наверное, на этом наш первый вводный ролик закончится, не знаю, насколько вам интересно, очень надеюсь, что вам интересно, и очень надеюсь, что мы и дальше будем продолжать снимать, на этом все, всем спасибо, всем пока!